Домашние питомцы Участники строго соблюдают все возможные правила конспирации. А учитывая то, что на дворе 21 век, то набор участников на эти бои происходит в закрытых чатах Телеграма или в Даркнете. Сегодня я расскажу об этой теме поподробнее. Слушайте внимательно, будет занимательно. Сразу устно уточню, что это полная жесть. Я как автор канала полностью осуждаю то, о чем будет идти речь в этом видео. Никогда не повторяйте увиденного или услышанного. Собачьи бои как массовое явление в СНГ зародилось еще в 1990-е годы. Причем пошло это из Москвы. Люди встречались в парках и проверяли своих собак на прочность. Сталкивали двух животных и выясняли, какая порода сильнее. Например, мультерьер или кавказская овчарка. С этого и начались кровавые собачьи состязания, для которых позже были придуманы правила. Каждый участник, то есть хозяин собаки, вносит залог, который достается выигравшей стороне. Постепенно подпольные турниры с животными в столице начали проводиться каждые выходные. Войдя в азарт, хозяева псов ставили на кон все, что имели. Десятки тысяч долларов, дорогие иномарки и даже загородные дома. Бой длился до того момента, пока не становилось очевидно, что одна из собак проигрывает. Нередко животные погибали, обессилев от стресса, укусов и потери крови. Это было кровавое зрелище, но как раз жестокость и возможность разбогатеть привлекали зрителей. К собачьим боям в России постепенно добрались сотрудники правоохранительных органов, которые стали привлекать причастных к этому развлечению, к ответственности по статье 245 УК РФ, то есть жестокое обращение с животными. Однако, кровавый тотализатор на этом не прекратил существование, а ушел в подполье. Запрет как будто разодорил организаторов, и они стали устраивать по всей стране нелегальные собачьи бои. Самые серьезные из них проходили помимо Москвы в Красноярске, Кемерово, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Когда собачьи бои приобрели размах турниров, их правила потерпели изменения. Теперь хозяевам не обязательно было самим делать ставку, они могли обратиться к спонсору, чаще всего к местному бизнесмену, чтобы тот вложился в собаку, то есть дал взнос на ее участие. Если та выигрывала, спонсор забирал себе до 80% прибыли, и лишь пятую часть отдавал владельцу животного. Часть залога направлялась на услуги ветеринара, который позже осматривал животное и оказывал ему необходимую помощь. Собаки могли участвовать в боях неограниченное число раз, но в том случае, если восстанавливались после предыдущих схваток. Если псу, например, повредили или отгрызли лапу, а случалось и такое, на животном ставили крест. В России в нулевые практиковались два вида боев, так называемый питспорт и смешанные бои. В питспорте могли участвовать только бойцовские собаки питбули, причем одинакового веса, вплоть до граммов. В смешанных состязались собаки разных пород, но тоже примерно одной весовой категории, чтобы быть на равных. Крупная собака быстро устает и выдыхается, но в то же время она без особых проблем может разорвать мелкого противника. Участвовать в подпольных собачьих боях могли не все породы. Например, выставлять доберманов считалось бессмысленным, потому что у них тонкая кожа. А лаек – из-за того, что те считаются не боевыми, а охотничьими собаками. В основном хозяева приводили на ринг питбулей, алабаев, стафорских терьеров, ротвейлеров и кавказских овчарок. Для того, чтобы собака научилась драться, ее жестоко тренируют, дабы разбудить в ней инстинкт. Некоторые берут кролика, привязывают к нему кусок мяса и закрывают собакой в гараже. Собака раздирает кролика. Или привязывают тоже мясо к какой-нибудь бродячей собаке. Происходит то же самое. Есть и еще один популярный среди собачников способ подготовки собаки к боям. Более жестокий по отношению к ней самой. Молодого питомца в возрасте 7-8 месяцев привозят на ринг и выставляют против опытного бойца. Драка собак длится 3-5 минут, чтобы маленькую не загрызли насмерть. Тогда у собаки может атрофироваться чувство страха, и она понимает, что надо уметь постоять за себя. Когда повзрослевшего пса вновь привозят на ринг, он инстинктивно начинает проявлять агрессию и рвет зубами противника. Я понимаю, что некоторые из вас хотят посмотреть видео с этих боев, и надеюсь исключительно ради любопытства. Если честно, я еще не определился с тем, стоит ли вам видеть всю эту жесть. Поэтому справедливым будет выбирать вам самим. Не то чтобы я знал, где их можно найти, но возможно что-то интересное, вы сможете глянуть в телеграм-канале Flanders18+. Ссылку на него вы сможете найти в телеграм-канале Легальный Даркнет, ссылка на который уже будет в описании этого видео. Желать приятного просмотра не стану. Наверное, многие из вас хотят спросить, а почему полиция никак не могла выйти на организаторов, учитывая, что масштаб этих подпольных боев действительно впечатлял? Дело в том, что организатором боев в регионах частенько был депутат или другой влиятельный человек. На турнирах присутствовали бизнесмены, которые выступали спонсорами происходящего. Думаю, это можно считать ответом на вопрос. По регламенту, перед каждым боем собак мыли и вытирали полотенцами. Это нужно, чтобы не нарушались правила. Бывали случаи, когда хозяева шли на хитрость и натирали шерсть животного какой-то мазью, чтобы противник не мог его укусить. Бой длится до тех пор, пока один из хозяев не признает, что собака проигрывает и не скажет «стоп». Потенциально опасными в России официально признаны 12 пород собак, плюс их помеси и гибриды. Акбаш, американский бандок, амбульдок, бразильский бульдок, буликута, бульдок алопахшский чистокровный, бандок, волкособачьи гибриды, волкосоп, гульдонг, питбульмастив, северокавказская собака. Правда, никаких строгих запретов для их владельцев не предусмотрено. Им всего лишь нужно гулять собакой в наморнике и на поводке. Обычно агрессивных собак держат два типа людей. Это те, кто просто любит мощных собак, потому что сами являются олицетворением силы, например, спортсмены или борцы. А второй тип – это люди с комплексами. Их природа не наградила силой, поэтому они пытаются развивать её в собаке. Это слабые люди, которые хотят видеть рядом с собой защитника. Самое страшное то, что зрителям на боях совершенно не жаль животных. У них вполне коммерческий интерес. Глядя на то, как один пёс рвет другого, зрители делают ставки в расчёте на крупный выигрыш. Что касается закона, официально в России последние несколько лет запрещены любые птичьи или собачьи бои. Это предусмотрено законом об ответственном обращении с животными, который был принят в 2018 году. Да, действительно, совсем недавно. За жестокое обращение с животными, вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Теперь настало время рассказать, при чём здесь Даркнет, и даже добавлю информацию про бои между собаками и людьми. Да, есть даже такие подпольные гладиаторские развлечения. Но перед этим я без угрызения совести порекомендую вам одного человека. Он занимается тем, что сливает различные курсы, причём даже те, которые стоят огромных денег. По этим курсам я учу английский, совершенствую свои навыки видеомонтажа. А мои знакомые учатся программированию и таргетингу, направлений уйма и уже слито больше 40 тысяч курсов. Skillbox, Skill Factory, Geekbrains, Яндекс Практикум, XYZ, Udemy и так далее. Обычно курсы там стоят больших денег и нужно платить за каждый курс отдельно. Иногда суммы доходят и до 100 тысяч за один грёбаный курс. А этот парень, очень похожий на меня, сливает все эти курсы и многие другие в один закрытый телеграм-канал, вход в который стоит всего 500 рублей. То есть за доступ ко всей этой огромной базе вы заплатите меньше, чем за один самый дешёвый курс на любом сайте. В конце видео я напомню про эти обучающие курсы, но сразу уточню, что ссылка на этого человека есть в описании и в закреплённом комментарии. Можете написать ему любое сообщение в телеграме и получите в ответ всю необходимую информацию, и при желании вам скинут все возможные доказательства. Если что, я отвечаю своей репутацией. Я сам пользуюсь этими курсами и доволен как слон. Это поможет как усовершенствовать навыки и найти хобби, так и найти новую престижную работу. Напоминаю, что ссылка в описании. Теперь идём дальше. Если раньше люди узнавали о боях через сарафанное радио, которое впоследствии приводило к новым знакомствам и формированию постоянных участников, то сейчас для этого дела подключился Даркнет и закрытый телеграм-чаты. Что касается Даркнета, то каких-то известных сайтов нету, даже в узких кругах. Обычно информацию о боях и наборе участников публикуют на общих теневых форумах, где помимо подобного, можно встретить ещё объявления по набору кладменов, дропов, скамеров в различные проекты и так далее. Если интересно, что всё это такое, то вы сможете найти информацию в телеграм-канале Легальный Даркнет, о котором я уже говорил. Ссылка в описании. И раз начали за телеграм, то здесь ситуация аналогичная. Подобное можно встретить редко и совершенно неожиданно в каком-то чате, где творится лютая дичь. Думаю, многих из вас хоть раз приглашали в такой чат, где продавали различные незаконные товары, делились трешовыми видео и тому подобное. Именно там часто бывают сообщения о наборе участников на бои, в том числе и наборе спонсоров. Легче всего попасть в эту тусовку именно спонсорам, так как никто не хочет отказываться от денюжки. И если подобные злополучные места им можно как-то уничтожить изнутри, то это один из самых простых способов притвориться спонсорам. Я знаю, что меня смотрят некоторые люди из правоохранительных органов. Возьмите эту информацию на заметочку. Что касается гладиаторских боев между человеком и собакой. Стоит понимать, что там не принимают участие какие-то известные спортсмены или спортивные блогеры. А обычно это максимально отчаянные люди, которые ушли в большие долги, в том числе торчки, которые задолжали барыгам. Так как с них нечего взять, влиятельные люди решают развлечься и прощают им долги за победу в поединке с собакой, например, кавказской овчаркой. Это очень редкое явление. Если видео между двумя собаками в интернете можно откопать, то между человеком и собакой нет. Разве что очень постараться. Надеюсь, мы с вами солидарны в том, что всё это полная жесть, которая неприемлема в нашем обществе. Наверное, на этом можно закончить. При этом хочу напомнить, что совсем недавно у меня вышло очень интересное видео про смертную казнь в Соединённых Штатах Америки. Оно несправедливо набрало очень мало просмотров, поэтому советую глянуть его после этого видоса. Ну и естественно, если хотите больше подобной информации, подписывайтесь на этот ютуб канал и на телеграм-канал Легальный Даркнет. Там очень много статей про хакерство, криминал, оружие, вещества и так далее. Можно притронуться к запрещенному и оставаться при этом в безопасности. А ещё напомню, что в описании и в закреплённом комментарии есть контакты человека, который сливает курсы. Это действительно может изменить твою жизнь, ведь с ними ты сможешь стать практически кем угодно и зарабатывать хорошие деньги, даже не выходя из дома. Программист, дизайнер, таргетолог, СММщик и так далее. Есть курсы практически по всем направлениям и для любого возраста. Школьники, студенты и взрослые люди. В общем, в описании и в закреплённом комментарии есть ссылка. Пиши и получишь в ответ всю необходимую информацию. А на сегодня всё. Спасибо за просмотр. Не забывайте про лайки, комментарии и подписку. Будьте осторожны и не занимайтесь хернёй. А я ухожу. Ухожу красиво. А я не хвата. Жил и я красиво. Я ухожу. Ухожу красиво. А я не хвата. Жил и я красиво. Я ухожу. Ухожу красиво. Субтитры сделал DimaTorzok